Всем привет! Большинство технорей знает, как работает микросхема, но не менее интересна история того, как ее изобрели. Микросхема — это основа современного мира, которую трудно недооценить. Больше полувека назад невозможно было представить, что это изобретение перевернет все будущее микроэлектроники. Но почему, спросите вы? Давайте немного окунемся в прошлое. История интегральной схемы началась июльским днем 1958 года. В полупустом офисе компании Техас Инструментс Канзаса Джек Килби работал над новым проектом для военных. Решение сложной задачи миниатюризации электронных схем с помощью спаянных керамических пластинок не вызывало доверия у инженера. 24 июля в рабочем дневнике появилась историческая запись. Все элементы необходимо изготавливать на одной и той же полупроводниковой пластине. Начальство отнеслось к идее с недоверием, но все же разрешило заняться опытным образцом. За несколько месяцев Джек Килби изготовил пластину. В один сантиметр Германия поместилось пять элементов, соединенных золотыми проволочками. Такой стала первая интегральная схема, запатентованная в январе 1959 года. Как и многие другие гениальные идеи, интеграция элементов в одну пластину появилась и в другой голове. Ученики выдающегося Вильяма Шокли создали свою компанию Fairchild Semiconductors в 1957 году. Один из основателей, Роберт Нойс, размышлял об усовершенствовании планарной технологии своего коллеги. Элементы можно соединять напылением алюминия через окна в окисли. Заявку на патент компания сделала в июле 1959. Так началась десятилетняя патентная война. В итоге компании заключили договор о равных правах на изобретение. За Робертом Нойсом признали первенство в технологии, а Джек Килби стал автором первого работающего устройства. В скором будущем, в 1965 году, Гордон Мур сформулировал свой известнейший закон об удвоении числа транзисторов каждые два года. А еще через три года, в 1968, Мур, Нойс и другие основатели Fairchild Semiconductors создали одну из самых передовых компаний современности Intel. Перенесемся в 21 век. В 2000 году Джек Килби получил Нобелевскую премию по физике, когда его изобретение уже перевернуло всю индустрию электронной промышленности. Интегральные схемы значительно похудели. На месте первого 10-сантиметрового прототипа сейчас размещаются тысячи схем. Сложно представить, как первоначально военный проект миниатюризации компьютеров стал такой маленькой, но такой важной частью нашей повседневной жизни. Пока вы смотрите это видео, бесчисленное множество микросхем трудится для нас. Дерзайте и вы, мир ждет от вас перемен! Субтитры создавал DimaTorzok